Везде мусор. Съемка любительская. Видео попало в глобальную сеть в 2018 году. Если на видеоряд добавить черно-белый эффект, можно представить, что на кадрах не центральная часть города, а кадры из фильма ужасов. Со слов горожан, в то время здесь главенствовали бомжи. Это касается среднего и нижнего ярусов парка дружбы народов. В этом году территорию решили благоустроить. Установили освещение, уложили новый асфальт. Вы видите, что там трещины по-прежнему остались и сделано так. Грунт из рук вон плохо. Трещины тянутся по всему асфальту. Те, которые появились чуть раньше, успели залатать. Такая спасательная операция временная. Парк находится в оползневой зоне. Подвижки грунта неминуемы. Отсюда и огрехи в качестве работ. Вывод какой? Вы положили просто так на землю, которая ползет? За качество работы отвечает МБУ «Стройзаказчик». Спорить с природой не в их силах. Чего не скажешь о контроле качества. Подрядчик предоставил гарантию на пять лет. Кроме того, за три года планируют укрепить Волжский берег на участке между президентским и императорским мостами. В каком месте нет трещин на асфальте на дорогах? Земля играла, играет и будет играть. Сегодня нервничать не надо. Здесь сделана шикарнейшая работа. То есть мы демонтировали старый асфальт, установили новые поребрики, 2500 погонных метров. Демонтировали старый лоток, установили тысячи метров нового лотка. Плюс мы поставили 52 опоры освещения, плюс светильники. Финансирование поступило из федеральной казны по нацпроекту «Жилье и городская среда». Смету пришлось адаптировать под новые рыночные цены. Затея удалась. Горожане заметили большую разницу до и после работ. Многие на этих дорожках занимаются спортом. Отмечают, раньше во время утренней пробежки можно было переломать ноги. Здесь был старый асфальт. Я точно помню, когда был студентом. Было интересно подниматься, но это было видно, что парк несколько неухожен. Сейчас ему придается внимание. Это очень здорово. Я еще спустился по лестнице. Думаю, что лестницу можно было бы тоже дополнительно передать освещение, чтобы был интерес людям подняться по ней, пройтись. Дело до лестницы дойдет в следующем году. Для представления это спуск с Краевеческого музея к Волге. Дизайн-проект по этому участку выбрали ульяновцы путем голосования. Жителям был выбран ремонт лестницы из бетона. В настоящее время подготавливаются проектно-смертные документации, также геологические и изыскательские работы по данному мероприятию. Документы подготовят в ближайшее время. До конца года определят подрядную организацию. К самим работам приступят в мае 2023-го. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.